Привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня мы с вами поговорим про ароматы, которые я приобрела после пробника, после того, как разносила эти ароматы, то есть сегодня у нас будет видео посвящено максимально неслепым покупкам, можно сказать так. Пишите просто в комментариях, как чаще всего вы приобретаете ароматы вслепую, либо же после знакомства, то есть после такого капитального разнашивания ароматов, будет это очень интересно. И сегодня расскажу вам про такие ароматы, как я сказала, которые были прям такими осознанными покупками, вот и давайте приступим. Первый аромат, который был приобретен именно после пробника, мне моя Дашулька красавишна присылала от Левантик аромата от Арабеск Маджести. Мне он безумно понравился, я поняла, что это тот аромат, который я очень хочу, для меня это сладкие засахаренные фрукты. Здесь у нас в пирамиде фруктовые ноты, ананас, пряности, танжерин, бергамот, бобы танка, алибанум, серая амбра, жасмин, фиалка, ваниль, перуанский бальзам и мускус. Пирамида такая довольно обширная. Что в аромате слышу я? Для меня это прям, как я и сказала, мягкое такое воздушное облачко, это возможно такой белый чистый мускус. Далее такие прям приятные засахаренные фрукты. Как-то я также на фрагрантике встречала такую ноту, как засахаренные конфеты, точнее конфеты и засахаренная миндаль. Вот что-то вот такое здесь ощущается, потому что есть мягкость, ванильность, но при этом эти красивые фрукты. Честно говоря, кстати, хочу сказать, что ароматы арабеска чаще всего, когда вы читаете пирамиду, вы можете примерно представить аромат, но раскрываются они намного многограннее и интереснее. Поэтому это те ароматы, которые обязательно нужно слушать и тестировать. Что касается, кстати, того, что знакомиться с ароматами, тестировать до покупки. Что касается именно арабеска, данный бренд представлен в магазине L'Etoile в отделе библиотека ароматов, поэтому там всегда они есть, полностью вся линейка, там можно прийти, протестировать, наносить и на кожу. Объем здесь небольшой в арабеске 50 мл, но ароматы в формате экстракт de parfum, то есть это духи, можно сказать так, ароматы очень стойкие и шлейфовые, поэтому вам такого объема хватит надолго. И, конечно, что касается технических характеристик, ароматы очень стойкие, очень шлейфовые, все собой заполняющие, привлекающие внимание. Это мне очень нравится у арабеск. И вот что касается Маджести, как я и сказала, для меня это очень приятный, женственный, воздушный аромат, действительно какие-то такие воздушные облачка. Не скажу, что это прям зефирки-маршмелки, но что-то в этом направлении, это такие красивые пудровые аспекты белого, пушистого, чистого мускуса, как будто на этот мускус сверху посыпали такой приятной ванилью, миндальной крошкой. Очень нравится, красиво. Как я и сказала, вот этот белый пушистый мускус, он не звучит как-то неприятно, потому что знаю, что многие прям боятся мускуса. Нет, здесь именно аспект вот такой вот чистоты, воздушности, легкости, такое ощущение вызывает у меня этот аромат. Поэтому я, как и говорила вам, что для меня, что при затесте, просто аромат был вау, когда первый раз не познакомилась. И я тогда еще вам говорила, что он номер один у меня в виш-листе от бренда Арабеск на покупку. Ароматы классные. В идеале, конечно, я бы хотела собрать себе полностью все ароматы от бренда Арабеск, потому что мне очень не все нравятся. Действительно все классные, и, возможно, у меня со временем получится приобрести все ароматы, чему, конечно, буду очень рада и буду делиться с вами впечатлением. Вы, конечно же, об этом узнаете. Следующий аромат, который также куплен после пробника, с ним вообще, кстати, интересно. Я сначала прям была уверена, что нет, это не мое, это мне не нравится, это я не буду приобретать. Но потом у меня появился пробник, и я тоже как-то так попробовала, ну, убрала его. И через какое-то время как раз я разбирала свои пробники, мне попался на глаза он, я нанесла его на кожу и просто влюбилась. Говорю сейчас про аромат от Нина Ричи, Нина Ричи Белла. Это очень классный аромат на тему зеленого сочного яблока и ноты ревни. Этот ревень придает какого-то, знаете, такого звонкого, бодрящего, свежего звучания, прям вызывая такое ощущение. Да, хочется улыбнуться, и при этом такая интересная кислинка, аж хочется немного сморщиться. Настолько он красиво звучит, настолько это интересно, настолько это сочно, идеально на лето, он прям такой освежающий, в то же время и в мороз он звучит очень сочно, колко, приятно. Поэтому вот, даже если вам на первый взгляд порой кажется, что аромат не совсем ваш, а бывает, что когда вы начинаете разнашивать его в пробнике, ваше мнение просто противоположно меняется. Следующий аромат, который также я покупала по пробнику, это Atelier Desor, и аромат называется Rouge Sarai. Здесь, конечно, такой красивый флакончик, дорого-богато, блесточки, в общем, для таких сорок, как я. Что касается этого аромата, это красивый алкогольный аромат, здесь я ощущаю ноту фиников, здесь я ощущаю сливу, чернослив, также как будто и курага здесь есть. То есть, в общем, такие восточные сладости, все это невероятно красиво, с такими ванильными, теплыми аспектами. Да, аромат, конечно, больше на прохладу, он такой прям согревающий, красивые древесные, такие смоленистые аккорды. Также сандал, амбра, в общем, все самое теплое, красивое, такое звучащее, действительно тепло, согревающее, собрано в этом аромате, но, как я сказала, доминирует для меня здесь нота финика. Это очень красиво, сладко, приятно, обволакивающе, также здесь ноты какао проявляются для моей кожи со временем, то есть есть такая шоколадность, прям, возможно, почули дают такую шоколадность. Очень мне нравится, и он постоянно на моей коже раскрывается по-разному, то в какой-то более такой шоколадный гурманский аккорд уходит, то как будто такая прям, знаете, немного даже дымная слива. Вау, просто вау, по пробнику я с ним познакомилась и приобрела в коллекцию. Следующий аромат, который также я приобрела по пробнику, это аромат Пакарабан Эротик Ми, я уже прожужжала вам все уши, потому что действительно аромат мне очень нравится. Это красивый османтус, персик, молоко и все это на кожаные подложки. Очень яркий, кстати, мне писали девочки так, что приобретала, не смог его носить, еще, наверное, делать такую скидку на сезон, потому что вот когда я только с ним познакомилась, было попрохладнее, такие прохладные дождливые денечки, он прям невероятно красиво звучит. Летом он тоже красиво в жару растекается по коже, но иногда может немного поддушивать. Вот на днях я его нанесла, прям было жарко и я поняла, что он мне начинает душить, мне становится физически от него плохо, поэтому соблюдайте дозировку и все-таки нужно ему подбирать сезонность, чтобы было немного попрохладнее. Тогда аромат звучит интереснее, многограннее, комфортнее в носке, поэтому обращайте на это тоже внимание. Следующий аромат, который также был приобретен после пробника, это Слоник от Кинзо. Вот с этим ароматом я вам прям категорически советую только после пробника, после знакомства с ароматом, потому что здесь история довольно сложная. Это красивый такой восточный специевый аромат, он такой, для меня здесь присутствует и амбра, и такие смолистые оттенки, и все это присыпано огромным количеством специй разнообразных. Такое ощущение, как будто вы идете по восточному базару и просто вы ощущаете все специи разом, сложно даже выделять какие-то определенные. Здесь много-много специй разных, и это прям аромат, который даже начинает прям как будто першить от него в носу от вот этой специевости, но на удивление, хотя я не удивлена этому, вообще в принципе такие восточные ароматы лучше всего раскрываются в жарком климате, в жару, и когда прям очень душная такая прям жаркая-жаркая погода, он классно раскрывается, он становится менее шершавым, то есть от него нет ощущения вот этого першения в носу, в горле, а он наоборот как будто начинает плавиться на вашей коже, становиться таким амбровым, обволакивающим. Поэтому попробуйте, но наносить, конечно, его надо прям вот микро-микро пшик, потому что если вы переборщите, задохнетесь и вы, задохнутся все вокруг. Но аромат поистине красивый на такую восточную специевую тематику, это прям эталон в моей коллекции. Следующий аромат, который также я приобретала после знакомства, после тестирования, это композиция от бренда Guerlain Le Petit Rob Noir, версия Intense. Это черничное платье, здесь черника, сахарная вата. Кстати, его перевыпустили также в другом флаконе, я, честно говоря, не поняла прикола, зачем его перевыпустили, в таком же, в принципе, флаконе в жандармах, только поменяли цвет. Тоже Intense он остался, я когда смотрела пирамиду, там вишня, что-то еще было, не помню, черника там была или нет, я когда смотрела, думаю, прям интересно с ним познакомиться, быстрее бы он появился. Но по факту, когда я его протестировала, это тоже самое платье Intense, просто они его переодели, а аромат остался тот же. Это красивый такой терпкий черничный аромат, очень интересный, и здесь присутствует сладкая вата, и такое ощущение, как будто в этой сладкой вате просто застряла черника. По ощущению, есть такая вот кислинка терпкость, небольшая есть, но при этом такая интересная сладость. В общем, мне очень нравится из всех этих платьев, это мой фаворит, также приобретала его после знакомства в пробнике. И последний аромат на сегодня, если вам будет интересна такая тема, я буду снимать почаще такие ролики. Это у меня аромат от бренда Elda, это от Liberdorange, и аромат называется Remarkable People, деловые люди. Тоже покупала я его по пробнику, то есть после знакомства в отливантике, что скажу, у меня мнение о нем вообще абсолютно не поменялось. Для меня на старте это прям такой ментол, как будто ментоловая жвачка, но она не сладкая, вот такая вот просто мятная. Немного табачности, немного одеколонистости, и все это настолько красиво вместе звучит, очень стильно, очень сдержанно, очень унисексово, но при этом не как-то прям брутально уходящую в мужскую сторону, а вот именно как-то прям посередине. И он невероятный, он действительно аромат прям такой уверенности. Иногда, знаете, у меня ассоциация с ним, как-то он тоже меняется, иногда прям вот это аромат под классический костюм, то есть что-то вот такое, но чаще всего, как он раскрывается на моей коже, это прям такой отрывной, безбашенный праздничный аромат, действительно. Какие-то праздники, походы в клуб, то есть это вот что-то вот такое, потому что если немного алкогольности в нем отдаленное, и табачности, и вот эта ментоловая жвачка, какой-то интересная такая ассоциация, такая интересная, поэтому обратите внимание, сложно его описать, его нужно вдохнуть, его нужно протестировать, и вы поймете, за что его так многие любят, потому что это прям такая находка. Вот такая вот подборка, пишите просто в комментариях, как часто вы приобретаете ароматы вслепую, или чаще вы приобретаете после пробников от Левантов, будет это очень интересно. И встретимся с вами уже совсем-совсем скоро, и пока-пока!